МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Наука об изменениях, происходящих в смешанном теле", так писал основатель МГУ Михаил Ломоносов, о дисциплине, название которой впервые употребил греческий ученый Зосима, еще в V веке. Химия. Колбочки, мензурки, аппараты, реакции, бурления, испарения, запахи. Словом, волшебные превращения, на чем мир зиждется. Без этой науки не может существовать ни одна промышленность, да и многие другие сферы нашей жизни. Тверской государственный университет, химический факультет. Уже 40 лет из этих стен ежегодно выходят не просто специалисты химики, а профессионалы международного уровня, многие из которых за эти годы перещеголяли своих наставников. И все благодаря докторам наук, кандидатам, профессорам, доцентам, а попросту говоря, преподавателям. Знания химии, они, так сказать, вообще нужны в повседневной жизни, ведь не только тому, кто увлекся химией, предположим, ведь, наверное, каждому интересно, как удалить пятно от йода, предположим, либо какой консервант использовать для сохранения продуктов. А, например, ожог от кораллов можно быстро нейтрализовать обычным лимонным соком. Вообще любой человек, который владеет хотя бы маленькими базовыми, так сказать, понятиями химии, да, он может в глазах непосвященных окружающих представить как волшебник. Такие волшебники поселились в этих стенах в конце 1960-х, начале 70-х годов, когда Калининский педагогический институт стал государственным университетом. Тогда же была организована кафедра неорганической и аналитической химии. Этот раздел химии изучает качественный и количественный состав всего того, что нас с вами окружает. Одна из старейших кафедры, это имеется в виду Тверского государственного университета. Если говорить о коллективе, то коллектив стабильный уже много-много лет. Мы продолжаем научное направление заведующего нашей кафедры Игоря Павловича Горелова. И вот идем в этом направлении научном, то есть практически тем же составом. Восемь преподавателей кафедры обучают студентов современным методам анализа электрохимическим, спектральным, хроматографическим и другим, как пользоваться приборами и объектами. А исследуют здесь и пищевые продукты, и нефтепродукты, материалы из стекла и керамики. Очень интересная работа всегда на стыке наук. Химия, биология, химия, фармакология, химия, физики. Чем конкретно, например, мы занимаемся, наше научное направление? Это сложные химические равновесия в биологических объектах, предположим. Это прогнозирование каких-то свойств лекарственных веществ. Это синтез и свойства новых полимерных материалов. И отсюда, естественно, вот раз такая большая наука, то у кафедры есть, скажем так, чем гордиться. Марьяна Феофанова работает на кафедре с 93-го года. Сначала, правда, на факультете этому училась. В 83-м окончила его соотличием. А спустя 8 лет защитила диссертацию. Сейчас Марьяна Александровна еще и заместитель декана по воспитательной работе. Ее студенты участвуют в конференциях, пишут научные статьи. Среди них встречаются даже стипендиаты правительства. За эти годы на кафедре выпустили свыше 40 магистров. Я вот выбрал неорганику, потому что это наиболее общая специальность получилась. В институте я могу заниматься и неорганикой в классическом варианте. Мне никто не запрещает ставить органический синтез, никто не запрещает применять современные физико-химические методы, то есть расчетные, экспериментальные для решения своего узкого круга задач. Аспирант кафедры Артем Семенов с 8-го захода смог-таки выиграть очень необходимый ему грант. Его научный труд посвящен исследованиям комплексов такого полисахарида, как гепарин. Это вещество – антикоагулянт, применяется в медицине, растворяет тромбы. Это имеются сведения, которые позволяют нам говорить о том, что возможно получать более эффективные препараты, используя даже ресурсы нашего организма, то есть все то, что содержится в плазме. Работа посвящается исследованию влияния введения в организм, то есть в кровь-кровоток комплексов, которые имеют в своей структуре гепарин, и аминокислоты, 1-1-3-фосфат, так далее, так далее. То есть все те вещества, которые способны, в общем-то, усилить активность этого препарата, ну и сообщить ему новые функции. Когда Артем заканчивал школу, хотел поступать либо на химика, либо на биолога. Биологам у нас в городе сложно куда-то потом как-то связать свою деятельность. Ну а химия, в общем, у нас как-то был, взят курс на химизацию, то есть так, в принципе, он постепенно остается, то годы были не лучше, но сейчас вроде как положение исправляется. То есть и промзона Боровлева развелась, то есть строит заводы вот эти, какие-то перерабатывающие, то есть производящие, то есть химики, в принципе. Вы чувствуете, что вы востребованы? Химики будут востребованы, то есть они востребованы сейчас пока в Подмосковье, в Москве, то есть какие-то такие вот центры, в которых тяготеет вся наша молодежь, в общем-то. Но я думаю, что и в Твери положение будет исправлено. Большинство преподавателей химического факультета уверены на собственном опыте. Страсть к науке возникает еще до вуза. Многое определяет учитель, который приходит в класс. Может быть, даже и сейчас. Когда Людмила Ворочихина еще училась в 10-м классе, к ним пришел молодой учитель по химии. Вот я влюбилась и в химию. Ну, сначала мы влюбились в учителя все, девочки, да, вот, а потом и в предмет. И я выбрала химию, поступила в Ленинградский государственный университет. Тогда он был Ленинградский университет, закончила университет. И приехала по распределению в Институт химических волокон, в ОВНИИС. Потом поступила в аспирантуру, а в 1970-м пришла сюда на работу. В тот период Калининский педагогический институт стал государственным университетом. Тогда же, в 1971-м, и образовалась кафедра органической химии, которую Людмила Ивановна возглавляет все эти годы. Специализация нашей кафедры – это химия поверхностно-активных веществ. Это особая группа органических соединений, которые широко используются. Это как ингибиторы, это как бактерициды, эмульгаторы, стабилизаторы, все моющие средства. Это все очень такие важные технологические продукты в исследованиях. Так вот, мы много лет занимались вопросами использования поверхностно-активных веществ в процессах нанесения тонкослойных покрытий на тонкие стеклянные волокна. Тонкие стеклянные волокна – это до 10 микрон, это как человеческий волос, и покрытие где-то металлическое до микрона. Эти стеклянные волокна, они используются в зависимости от того, какой металл наносится, метиль или никель, или как радиопоглощающие материалы, или как радиоотражающие материалы. Органическая химия, фармацевтическая, металлоорганика, поверхностно-активные вещества – это основные направления кафедры. Мы с вами находимся сейчас в лаборатории органического синтеза, в которой занимаются только дипломники. Здесь они выполняют свои дипломные работы, и эта комната предназначена только для них. Поэтому никаких здесь спецкурсов дополнительных нет. Вот стоят сейчас, вот видите, стаканчики, они исследуют ингибирующую защитную способность тех синтезированных веществ в отношении коррозии, защиты от коррозии металлов. Еще в доперестроечный период специалисты кафедры органической химии Тверского университета занимались разработками для оборонки. Представляли проект на выставке достижений, получили медали, а потом поехали на Балтийский флот испытывать и внедрять. Корабли, по сути дела, в открытом море были не защищены ничем. И мы сделали такой материал, сделали композиционный материал, радиопоглощающий, и должны были уже внедрять наши разработки на промышленной установке получать. Но, вот вы знаете, времена пришли грустные, когда финансирование было прекращено. И сейчас эти работы мы проводим с теми же военными, но в инициативном порядке. А раньше мы получали очень большие деньги, у нас были большие договорные работы. Эта тема стала ее диссертацией. Сегодня кафедра в тесном научном сотрудничестве с Российской академией наук, Тверским химическим институтом синтетических волокон, фармацевтической фабрикой, Осташковским кожевином заводом и многими другими предприятиями. Ну а поскольку условия на кафедре не такие, как в столичных вузах, используют связи и часто отправляют аспирантов в Москву или Питер. В Московском университете на химическом факультете очень много есть старших научных сотрудников, бюджетных. И обычно преподаватель, профессор, он читает лекции, а своего студента он подсоединяет к научному сотруднику, и он с ним ведет уже научную работу и помогает ему выполнять дипломную работу. У нас все преподаватели обязаны с ними работать непосредственно вот так вот вместе. У нас нет старших научных сотрудников, у нас нет научных сотрудников вообще бюджетных, у нас есть только преподаватели, которые со студентами выполняют работу. В этом есть плюс – индивидуальный подход. Людмила Ворочихина не забывает и своих бывших учеников, часто приглашает ныне заслуженных учителей читать студентам лекции по методике преподавания химии в городских и районных школах. Материалы лучших уроков затем публикуют в научном университетском вестнике. Студенты-химики обязаны читать профессиональную периодику, особенно реферативную литературу и зачастую на английском языке. Они должны владеть иностранным языком, они должны компьютерной технологией владеть, и химией как таковой. Действительно, они выходят у нас. Эти три составляющие они в полной мере получают у нас в университете. Вы тоже владеете? Безусловно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА